Видите, поршни ходят по кругу. Друзья, всем привет! Сегодня у нас на канале опять обзор некой высокотехнологичной штуковины. То есть это в принципе известная вещь. Это плунжерный насос, но он авиационный, должен быть очень высокого качества. Очень интересно посмотреть, как он выглядит изнутри. Но мне еще это нужно не только лишь из праздного любопытства. Я хочу узнать, как он работает. Хочу почистить его, а также хочу выяснить, где у него вход, где выход. Вход-выход сейчас мы как бы сразу поймем, я думаю. Значит смотрите, есть одно отверстие, есть два уплотнительных кольца. То есть мне так кажется, раньше здесь была некая колба и есть второе отверстие. Предположительно, это и есть выход. Вот здесь еще мог бы быть выход. Напрашивается такой вот ответ. Но вряд ли. Знаете почему? Потому что здесь есть подшипники и скорее всего это дренажная линия. То есть здесь два ряда сальников. Один покруче, который здесь именно держит давление, второй послабее, попроще вот здесь. И соответственно тот, который держит давление, он выпускает немножко, все-таки несколько капель. Что здесь должно, какая-то жидкость гидравлическая. Вот, а здесь сальник без давления и он не пропускает уже, потому что свободный выход идет без всякого давления. Так, переместимся на токарный и попробуем его здесь протестировать. Хотел сначала дрелькой покрутить. Ну что-то как-то слишком толстый вал у него. Дрелькой, боюсь, не получится крутить. Так, ну крутится нормально. Усилие небольшое. Сейчас будем заливать жидкость и смотреть. Обороты 350 льем в предполагаемое отверстие входа. Пока ничего не происходит. Ребята, смотрите, уходит жидкость. Все-таки, судя по всему, действительно это выход. А если оборотов побольше, что будет? Вот так где-то 1000 оборотов. Будет ли работать? Что-то как-то не очень работает. Как-то странно он работает, такое чувство, что насос малооборотистый. Промою ВД, чтобы смазать. Потому что то была без жидкость. В принципе особого сопротивления не появилось. Все работает. Ну так конечно полегче крутится. Возможно, ребята, если там бы не было воздуха, то он бы качал нормально все время. Мне кажется, он просто завоздушенный, поэтому сюда не хочет поступать топливо на больших оборотах. Ладно, сейчас будем разбирать. Вроде бы находил какие-то мануалы и вроде бы как он до 80 атмосфер может качать. Небольшая вставка интересности. Ранее этот насос комплектовался вот этим электродвигателем. Но, ребята, тут не все так хорошо, не все так просто. Казалось бы, у нас уже есть готовый комплект. За исключением некой колбы, которая сверху насоса должна быть. Двигатель есть, насос есть, все вроде бы есть. Но не все так просто. Движок тут какой-то мега хитрый. Он то ли на 400 герц, то ли на 400 вольт. Пытался его запускать от частотника. Не хочет он работать ни при каких обстоятельствах. Еле-еле крутится. Как-то слабенько. И плюс я не знаю, как это все дело регулировать. Я даже регуляторами хода для бесколлекторных моторов пытался его запускать. Все тщетно, ничего не помогает. Так что буду комплектовать своим собственным каким-то мотором. Наверное коллекторным. Его легче всего регулировать крутилкой. И все будет работать просто как в сказке. Надеюсь, легко разберется. Много не придется всего откручивать. Для начала надо расконтрить все гайки. Никогда такого не видел, чтобы контровка была и здесь и здесь усы. То есть четыре уса на одну гайку. Вот это да, вот это безопасно здесь должно быть. Главное не пропороть себе руку, когда занимаешься расконтриванием. И да, ребята, кто досмотрит это видео до конца, опять же ждут вас некие плюшки. Точнее одна маленькая плюшка. Тот механизм не достоин отдельного видео. Но хочется все-таки вам его показать, что такие вещи тоже бывают. Я, честно говоря, очень удивился, когда увидел. Так что встретимся в конце видео и посмотрим, поудивляемся. Ну понятно, затянуто концы. Механизм уже рассоединился. Все прямо сейчас на наших глазах должно разобраться. Кстати, я тут так подумал. Можно будет измерить объем плунжера, посчитать их количество, обороты и в принципе высчитать производительность. Все жирное, солепотное, ребята. Ну что, выходим или нет? Сейчас как разлетится в разные стороны. Изнутри пошел запах какого-то горелого масла. Странно, я его обезжиркой и ВД вроде бы как промывал. Все-таки рассыпалось там все. Начали выскакивать всякие мелкие пружинки. Вот так выглядит задняя стенка. Здесь расположился клапанный механизм. Такое чувство, что насос абсолютно не работал. Нет никаких следов выработки. Смотрим, что тут у нас дальше. Есть вот такие маленькие клапаны. Но опять же, совсем миниатюрные. И кстати, они подписаны. То есть это что, они были притерты? А они же у меня высыпались. Что теперь делать? Ладно, но этот я помню где был. Был где-то здесь. А как быть с остальными, непонятно. Смотрите, как работает эта система. Видите, поршни ходят по кругу. Это плунжера. Они качают жидкость гидравлическую любую. То ли это керосин, то ли это солярка может быть. Да всё что угодно. Масло может быть. Вот не знаю, как его дальше разбирать. Слишком сложная вещь. Пока что не очень пойму, как здесь и что. Вы не представляете, как мне было страшно. Но я таки вынул эти потроха и не прогадал. Ребята, вы только на это посмотрите. На этот шедевр. Штука замечательная, конечно. Я в шоке. Смотрите, как оно работает. Это же просто фантастика. Видите, делаю такие плавные движения рукой. Точно также и насос вала делает наклонной шайбой. Кстати, насос оказался не новым. Он очень даже много работал, потому что здесь есть такая приличная выработка на клапанах. Ну а так здесь всё шевелится. Даже выходят плунжера. Вот смотрите, как свободно. Я их полностью все не буду вытаскивать. Опять же, чтобы потом не перепутать. Но один мы можем рассмотреть. Там что-то отпало. Ну ладно, вставим. Здесь вроде бы как есть какая-то выработка. Но такие микро потертости. На самом деле тут ничего не пальцем никак не ощущается, не визуально. Смотрите, бронзовый пятачок, который принимает положение под углом. То есть в момент вращения там есть наклонная шайба. И всё это дело вот так шевелится. Вон она, кстати. Шайба это внутри. Она до блеска отполирована. И вот так вращается. Тем самым создавая привод на весь этот механизм. Люблю я всякие такие высокотехнологичные штуки. Ребята, даже шпильки мне вот эти безумно нравятся. Смотрите, какие красивые. Видите, с занижением накатанный класс. Просчитал все объемы поршней, ребята. Получается 2 миллилитра на оборот. Примерно так. То есть соответственно при 1000 оборотах 2 литра будет давать, а при 2000 оборотах в минуту будет 4 литра давать. Соответственно надо от этих величины отталкиваться. Но вот это дело надо всыпать обратно и собирать насос. Собрал насос обратно и теперь можно подумать, как его использовать в дальнейшем. Ну а для тех, кто досмотрел до конца, ребята, обещанный бонус. Есть у меня такая маленькая, но поверьте, ребята, крайне интересная железяка. Когда я разбирал тот механизм, кстати, я понятия не имею, что это такое, но то была авиационная запчасть. Я даже представить не мог, что там внутри. Сейчас я вам разберу, откручу пару винтиков и вы тоже обалдеете, так же как и я. Навевает на мысли, что вот когда на вал давишь, она начинает проворачиваться. Как только отпускаешь всё... Многие из вас уже наверное догадались, это как раз таки то, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это, ребята, миниатюрное сцепление. Вы можете себе представить, многодисковое сцепление, буквально размером с большой палец. Мало того, здесь ещё съёмная корзина и есть механизм защиты, то есть от чрезмерного момента. Видите, есть такие лунки, а внутри есть шарики, которые препятствуют вклиниванию. И если момент превосходит, то оно как бы вот так вот всё это дело приподнимается и проскакивает. Но на станках частенько такой механизм применяют, дабы не сломала никакие шестерни, не погнула валы. В общем, я был крайне удивлён, когда увидел такую вещь. Видите, сколько дисков. Всё по-взрослому. Есть бронзовые диски, ну а между ними стальные располагаются, которые зацепляются с валом, а бронзовые зацепляются с корпусом. Вот такая система. Всё, ребята, у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч, до новых удивительных вещей и видео.